Всем привет! С вами Свердлана Никитчук и мой выпуск Еда и Я, где мы разбираемся в вопросах похудения, питания и здоровья. Сегодня говорим о системе питания Буч. Что это и с чем ее едят? Белково-углеводное чередование изначально было создано для спортсменов, которые готовятся к соревнованиям. Но благодаря своей эффективности и результатам Буч набрал достаточно большую популярность и уже можно сказать, что каждый третий пробовал сидеть на этой диете и убедился, что он действительно работает. Скажу, что белково-углеводное чередование это исследованная система питания, которую действительно рекомендуют диетологи, также применяют ее в профессиональном спорте и она действительно доказала свою эффективность. В чем ее суть? В первые дни, когда мы убираем углеводы, мы создаем некие условия голодания для организма и в первые сутки, конечно же, будет большая потеря воды. Вторые и третьи сутки уже пойдут в расход жиры. Ну, по сути, собственно, то, что нам и нужно. Но если мы ничего не изменим в питании, то вес становится очень быстро и жиросжигание закончится. Почему? Давайте разбирать. Итак, давайте вспоминать, как протекает жиросжигание. Кстати, подробно о нем можно посмотреть вот здесь. Когда мы создаем стресс для организма, будь то изменение питания или тренировки, организм выделяет огромное количество гормонов стресса. Это гормон адреналин и норадреналин, под действием которого жировая клетка начинает отдавать свое содержимое, а конкретно жирные кислоты. Благодаря следующему транспортному гормону жирные кислоты перетаскиваются в то место, где они должны сгореть и превратиться в энергию. Вспоминайте биологию, это митохондрии. Вот именно так протекает жиросжигание. И дело в том, что если мы ничего не изменим на второй и третий день в питании, то гормонов стресса становится так много, что жировая клетка просто начинает слепнуть и она перестает чувствовать эти гормоны. И она просто-напросто закрывается и перестает отдавать свое содержимое. Другими словами, она становится резистентной к гормонам голода. Для того, чтобы обмануть организм, была разработана система белково-углеводного чередования, где на третий день вы, хорошо загрузившись углеводами, просто ведете организм в заблуждение. Гормоны голода падают, гормоны стресса также уменьшаются и все приходит в исходное состояние. И далее мы повторяем круг заново. Белки, белки и углеводы. Есть очень много разных систем в Буче. Это два белковых дня, один углеводный, два белковых, углеводный и сбалансированный. Удобную, наверное, и более подходящую нужно выбирать под себя индивидуально. Когда применяется эта система питания? Конечно же, это для спортсменов при подготовке к соревнованиям перед сушкой Буч будет достаточно эффективным. Второе, он очень эффективен в работе с Плато. Кстати, о Плато вы можете посмотреть вот здесь. Когда вес останавливается, Буч действительно хорошо может помочь толкнуть его. Когда Буч не рекомендуется, это при длительном похудении. Если вы хотите худеть долго и у вас цель не 2-3 кг, а больше 10, то в таком случае, конечно же, Буч ни в коем случае не рекомендуется. Во-первых, это достаточно быстрая потеря веса, что в перспективе скажется на быстрый возврат веса. Во-вторых, помните, что для того, чтобы похудеть и похудеть навсегда, самое главное, нужно изменить свое пищевое поведение. Это делается постепенно и только на сбалансированном питании. Буч, к сожалению, ваше пищевое поведение никак не изменит. Будьте здоровы и худейте грамотно. Подписывайтесь на мой канал. До встречи. Пока-пока.